Всем привет дорогие друзья, с вами я Антон Чейс и сразу хочу сказать, что идея этого видео, она придумана не мной, она честно подсмотрена на англоязычном ютубе, но для тех моих зрителей, кто, ну, кому лень смотреть на английском, переводить, разбираться, кто просто не знает об этом способе, я решил сегодня рассказать, как можно, ну, практически любого футболиста в FM продать по маккану. Максимальной стоимости, максимальная цена трансфера в FM это 386 миллионов и сейчас я вам все это покажу, расскажу максимально наглядно и понятно, приятного просмотра, лайки, комментарии, подписки, колокольчики. Итак, я прям на ваших глазах создаю сейф за, ну, допустим, ЦСКА, сегодня будет прям минимум монтажа, ну, потому что мне лень монтировать, ну, и чтобы вы даже не могли подумать, что здесь есть какая-то хитрость, или я что-то пытаюсь от вас как-то смонтировать хитро. Нет, вот, все, создаем тренера, вот, все как обычно, собственно, начинаем игру, чутка, так, ко мне подходит, получается, кто там сейчас главный в ЦСКА Орешкин, но это все не важно, друзья, это все не важно. Все, теперь я в ЦСКА главный и сейчас я вам этим я заниматься не хочу, все-таки там Гиннер меня, кстати, встречал, сохраняем сейф, все это вот прям на ваших глазах творится. И давайте, чтобы, давайте сразу всех попытаемся продать, чтобы, потом поймете, короче, так, все, всех, кого нужно выбрал, ставим трансферный статус на трансфер выставлен, да-да-да, мне это неинтересно, что они там возмущаться собираются, неженки, и предложить клубам на трансфер, отлично. Первый шаг сделан, это нам тоже неинтересно, поэтому я просто сейчас выйду в отпуск на один день, чтобы не заниматься той ненужной стартовой пижней в старте каждой карьеры. Так, вот пошли, и вот сейчас, друзья, просто вникайте, слушайте своими ушами мои губы страстные, нам нужны обсуждаемые предложения, понимаете, обсуждаемые, то есть, чтобы вы понимали, смотрим сюда, здесь не обсуждаемые, здесь не обсуждаемые, вот, 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 типа такого, вот Гуанчжоу, короче, Гуанчжоу предлагает за Марио 4,2 миллиона долларов, окей, на самом деле это очень дешево, но не суть, сейчас мы их так нормально на бабосики, так сказать, обуем, короче, как это делать, смотрите, мы ставим, допустим, любую другую сумму, отличную от этой, но лучше, конечно, ставить поменьше, чтобы они из переговоров не вышли, допустим, 4,100, потом, вникайте, нажимаем сюда, вот так вот, это важно, после этого мы нажимаем предложить, видите, видите, внимательно, предложить, вот, и вуаля, вуаля, все, друзья, как говорится, никакого мошенства, все честно, 386 миллионов, принимаем, да, 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 нет, нет, конкретно это мы принимаем предложение за 386 миллионов, остальные там тоже, может, что-то есть, но давайте мотнем и посмотрим, сможем ли мы, все-таки, Марио, именно за 386 миллионов в Китай отправить, давайте посмотрим, так, угу, это все, остальные трансферы вновь, друзья, никакого монтажа, все, максимально честно, общаться с командой я не хочу, вот, всегда, вот, на старте карьера, такая вот, скучная тема, пропускаем еще один день, ждем, ждем, на самом деле, возможно, ждать придется довольно долго, ну, как, внутриигровую неделю, поэтому давайте, давайте мотать потихонечку, опять эта хрень, автовыбор, сколько ненужных вещей, конкретно для этого видоса, но я ничего не обрезаю, потому что, все максимально честно, друзья, чтобы вы поняли, что это способ реально рабочий, ждем, 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 когда китайцы там, да, 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 быстрее, быстрее, вот, вот, чтобы вы видели, в списке трансферов, все, то есть там контракт уже, то есть, по сути, сейчас все зависит даже не от Гуанчжоу, потому что, ну, по идее, они должны уже за несколько дней, должны подумать, типа, чего, какого херки, 386 миллионов, что, они должны отозвать это предложение, но они не отзывают его, сейчас все зависит от самого Марио Фернандеса, то есть он должен просто контракт принять и все, и плюс бабки, чуваки, понимаете, помазун, тренер-вратарей, да насрать, на самом деле, давайте нам уже с Марио разберемся, и, чтоб все было четко, чтоб все было четко, так, матч с какой-то австрийской командой, опять, опять лишние телодвижения, да, опять лишние телодвижения, как у кого дела, друзья, рассказывайте, пока мы доберемся, Влашич получил травму, да, 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 блин, я уж подумал, мэм, Марио Фернандес, да вы задолбались, серьезно, давайте нам, ой, да какой Щербаков, 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 это радость богов, нам нужен переход Марио Фернандеса, чтобы наконец-то успокоиться, так, это что, это, типа, нет времени уже думать, а, ну да, типа, закончилась неделя, а Марио все думает, что тут думать, братан, я тебе отдам половину этих баблосов, ты что охренел, братишка, давай принимай, еще день мы отнем, хорошо, хорошо, время летит незаметно, мы стареем, друзья, мы стареем, а Марио все никак не хочет переходить, сука, в Гуанчжоу Эвергранд, сколько это, аааа, дай сюда Анастасию Шлайдо, да, да, все, наконец-то, чуваки, наконец-то, наконец-то, как я понимаю, так, что из этого трансферный бюджет, ну, наверное, 9 миллионов, посмотрим, влетят ли они после этого в долги, лютые, смотрите, опа, опа, все, у меня даже ачивка в стиме выпала денежный дождь, итого, Акинфеев, Игорь, ты видел чек, 300 миллионов, ты что, Игорь, ты вообще, ты цифры знаешь, ты в школу ходил, Игорек, что ты расстроен, я не понимаю, сука, итого у нас, ну, есть небольшая сумма на балансе, да, это все есть, а как там дела у Гуанчжоу теперь, давайте посмотрим, так, а у них ситуация чуть более грустная, но, чуваки, видите, что данный способ, он работает, но самое главное, что я хочу вам сегодня сказать, ну, это, конечно, личное дело каждого, но, лично я вот что хочу сказать, пожалуй, этот способ не стоит использовать, если вы хотите, ну, какую-то серьезную карьеру отыграть, чтобы у вас все было как-то, ну, по-честному, потому что, ну, вот так вот просто 300 миллионов с неба, это, ну, не совсем весело, согласны, просто вот такой вот необычный баг найден в игре, и, блин, охренеть, игра вышла больше, чем полгода назад, месяцев почти 8 прошло, и, пожалуйста, итоговый баланс 400 миллионов, поэтому, чуваки, еще раз говорю, данное видео, так сказать, не пропагандирует такие методы, в общем, если вы хотите реально отыграть классную карьеру в FM, не используйте редактор, потому что даже если вы его, ну, типа, допустим, как вот, например, мне говорил Финита, да, просто я забыл его при создании сейва отключить, может быть, но все-таки, ну, тяжело удержаться после этого, допустим, вы идете футболиста искать, да, и вот тяжело удержаться от вот такого, да, и, допустим, смотреть потенциалы, очень тяжело удержаться, и, допустим, о, нифига, ну, допустим, про Хворацкелью понятно, да, но, тем не менее, когда уже отыграл там пару-тройку лет, так можно найти крутого регена просто на изи, и, в общем, поэтому играйте, чуваки, без редактора и без вот таких вот обузных методов, потому что это, это нечестная, это грязная игра, это не наш, ребята, метод. Согласны со мной? Дайте пятерочку. В общем, как вы поняли, то, ну, любого футболиста, у которого обсуждаемое предложение, то есть любого можно за такие бабосы слить, и, блин, наверное, можно сделать трансферный бюджет команды и просто бюджет там миллиарды, миллиардов, к примеру, по-моему, ограничения, погодите, ограничения в ФМ по финансам максимальные, это миллиард двести восемьдесят восемь, ну, чуваки, давайте-ка, если будет три лайка под этим видосом, сделаем видос, типа, не знаю, там, собрал. Если, допустим, продать хотя бы десять футболистов, то уже будет три с половиной миллиарда, понимаете? Три с половиной миллиарда. И давайте попробуем так разогнать бюджет команды до трех с половиной миллиардов. Короче, кому интересно, да? А мы увидимся на стриме, сегодня стрим, пацаны. Будем вновь играть в пес, и вновь я буду позориться, а вы будете надо мной смеяться. Увидимся на стриме или в следующем видосе. До скорых встреч. Лишь пока и не используйте данный способ, просто я вот показал, что такие приколюхи в игре есть. И да, это не я придумал, это увидели там, на западе, но там всегда все быстрее, а мы, так сказать, просто объедки со стола. Всем пока!